Здравствуйте, дорогие друзья! Подъезжаем к ферме и к ферме, к деревне Избудище Иногда просят делать обзор деревень Я делаю обзор деревень когда проезжаем и моих хотя бы посмотреть, в каком они состоянии сейчас находятся Ну вот, это деревня Избудище Вот есть ферма Это агродомики, агрогородок устроил Там дорога пошла в лес, на поля Вот сама деревня Избудище На выходе Я реклам разбираюсь Агро cats Так я пробовал Агро Как бы деревня живая еще Видно домики есть ухоженные Порядок возле дворов Так что еще живая деревня Но здесь я точно знаю, магазина нету Здесь в деревне уже ничего нету Остановка есть, значит автобус ходит Ну здесь классно домик купить Здесь поляна такая Классная вообще травка Остановка есть Мы сейчас едем Дедушку Который с 92 года Насколько я уже знаю Держит коз Занимается козами Сейчас мы с ним познакомимся Еще раз, кто его не знает Дадите оценку Мы просто делали демонтаж Сарая О, охрана Встречает Или провожает Делали демонтаж сарая На сарае наверху На чердаке сено и солома Там перемешку Сжигать не стали Решили Решил завести дедушку Подсыпать здесь Может на подсел Может на зиму на кармай На чердак пускай закидывает Пусть думается Все, есть Будущая деревня закончилась Это вот сейчас здесь Речка Я не знаю, как она называется Эта речка Здесь шлюзы стоят Это уже будет Деревня Нива Здесь, кстати, купаются Нормально здесь Вода проточная Такая речка Сюда на водопой Ходят Дедушкины козы Пить сходят Воду Дома Дарвис Дременно здесь Пить Д연� fuel Видео Денняя Дальше Дальше Где-то вот здесь дедушка живет Вот здесь, да Или не здесь Не, не здесь В соседнем Вот здесь О, приехали Сейчас дождемся Дождемся дедушку козовода Он где-то еще едет Так, дедушка живет Какой у него участок КОНЕЦ Это вот соседний дом Надо узнать, чей может продается Ну, липа тут серьезная, я вам скажу Такая липа во дворе, втроем, наверное, только обнимешь ее Здесь видно, что никто не живет Никто не ходит Там хоть у дедушки движения какие-то есть Здесь просто скамейка Все в сливах Сливки, чернушки или как Они маленькие такие Сейчас попробуем Червивые или нет Одна подгнила Вот тут можно попробовать Нет Да, вот так вот, смотрите Вот вам, пожалуйста Участок, видите Никому он не нужен То есть никто за ним не смотрит Не продает Ничего Может и продает Может и продает Не знаю Деревня Нива Старая Нива Или просто Нива Я даже не знаю Нива Забор, видите Какой здесь хороший Сравнительно, да? Деревня большая Как говорится Светлая, чистая Как-то так Магазина нет Автолавка Сливки вкусные Еще надо Пару штучек Где найти Спиреньких Как-то так Ну что, дождемся Дедушку Посмотрим Как у него здесь Хозяйство Что у него нового Может помощь какая Надо Спросим Поедем Дальше На работу Обратном пути Шел Обратите внимание Груша Какая Груша растет Еще твердая Твердая Такая Средне-поздняя Того залипы Возле Привезли дедушку Сено Делали демонтаж Строения Но все-таки Оказалось Сено Солома Целую будку Его нагрузили На подстил Козочками Так что Сейчас будем Спрашивать Куда выгружать Цыпленок Куреем тут Породистых Держан Видите Какая Курица Подрастающее поколение Цыплят У него наверное много куряет Ой там сидят Вот смотрите Видите здесь Вот там Сами по себе живут О коршек полетел Только что видел Здесь Сейчас петухи должны создавать Звуки Крики Подним Слышится Вот они шухер поднимают Слышится Коршек пролетел Все Дают знать Так что вот иногда Почему говорят Что надо ли держать Петухов дома Вместе с курями Конечно же надо Ну что будем ждать Дедушку Хорошо Все ждем Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Дедушка подъезжает Добрый быленький Как вас величать Николай Николай А тебе как? Олег зовут Олег Помогти Может что Не 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 А как бы поглядеть Что там Куда Весь И тут Зараз Видите Пойдемте Посмотрим Хотел вас спросить Слышу Петухи Куры Кукаряков А яйца На продажу Есть По какой цене Ну Вот 20,5 Рубля За Десяточку Устроится Ну да Устроят У меня Контейнеры Есть Под яйца Свежие Яйца Интересно Я к курию У природы Несутся Я на фабрике Видел Как кури Несутся У природы Где они Яйца Отлаживаются У природы В крови Но у меня Они Отлаживаются Иди Победи Здесь Осторожно Голову не побей Дайте Видео Съемку Хочу Посмотреть Где они Куря Сидит А Голову не побей В ящичках Да И все Подъед Яички Там Да Еще Голову не побей Интересно Ну вроде Они в крови Какие Куропадки Какое Вы еще Хозяйство Держите Пчел Пчел И козы И кури И козы Да Да Кого Коз Выгонять На поле Ну и выгоним Но Поглядем Как они Пойдусь Я сегодня Мало Пашки Подъед И побегли А бегли Кругом И кай И догнал Бо Они не ходят И сейчас Носят Что-то Легко О И Где они То Если Разрешил Сено Ложить В одном Месте Если Она Хорошая То Можно Суще Будет Тяни А Если Такое Что Несильно Тогда Можно Там Где-то На корм Не годится На корм Не годится На что На подстил Ну Я не знаю На что На подстил Ну Там Можно Уже Скинем Ну Ну Добрый Поехали Я Сильно Много Тебе Не дам Но Ну Вот Два Десятки И насобираю Добрый Все Они в одном Месте Лежать Или собирать Надо Не Они Уже У Хачи А У Хачи А Там Курочный Там Тоже Несколько Есть Уже 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 А Этого Бандита Чего Вы Закрыли Этого Бандита А Мне Три Три Да Два С курами Бегают А Этого Куда На Продажу Чего Ну Сколько Вы За Его Просите У 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 Курица Одна Белая Есть На Племя 10 рублей Дашь 10 рублей Дам Мешок А Что Ты Мне Все Фотографируешь Я же Тебя На Видео Снимаю Видео Обзор Как Вот Помнишь Как Ты Говорю С 92 Года Что Козы Держишь Вот Интересно Про Козы Про В этом году Было Да А Потом В Интернет На Ютуб Не Надо В Интернет Чого Не Надо Мне Интернет Сколько У Замков У Хаси Один Хаси Да Ну Ты Тут Уже Не Не Фонарик Уключил Давай Когда Нибудь Порядок Тебе Навезем Каким Образом Ну Трохи Фургон Загрузим Всякого Мусора Этого Да Вывезем Ну На Мусор На Переработку Засырать Окружающую Среду Ну Так Ты Считаешь Что Если Мы У Тебе Вывезем Это Мы Засыраем Окружающую Среду Да Так А Как Его Переработать Туда И Что Он Будет Жить С тобой Всю Жить Да Не Так Дело Не Годится Фотография Что-то На стене Вообще Старая Старая Да По Прямой Кто Там Честра Когда-то Она уже Померла Уже Знаешь А еще Мне Один Я Старая А как Ваша Фамилия Володька Мамочка Мамочка Николай Да Может Когда-то Кто-то Попилял И Звал Мамочка Так Ну Что Бать Оставится Контейнер Утруфи На Оставишь Я Ставлю Контейнер В пакет Может Кому Надо Бузе Будут Пригодятся Шкуры Яйц 5 рублей Да Если Пил Не Даришь Туда Ну Пил Мне Так Надо Как-то Мешок Можно Не Другие Можно Еще Можно Сегодня Можно Другие Раз Заеду Запил Пятер Посмотри Я Положу Пятер Я У Руки Возь Все Не Не Пятер Не Потер Не 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 Гнезды Не Руби С Грушей Какую дверь сторону Вот Открываются Двери на дверях. Что поедем туда к козам? Поехали. Хорошо. Вот в конце деревни стоит мини-ферма. Здесь дедушка Николай держит своих козочек. Да, все вы видели своими глазами, как помочь человеку. Хочется помочь же, правильно? Смотрите. Смотрите, какой богатый человек. Богатый душою человек. На выбор выбирайте. Николай, я хочу сказать, вы богатый душой человек. Почему? Ну любите животных. Будете выпускать на пастбище? Не, может, мы выкинем солому где-то. А потом выпустим? Да. Я же выпущу, когда за ними ежи идти. Они же могут зайти в пшеницу и через пять минут там только. Куда будем выгружать? Наверное, просто дальше. Потому что я могу чина подвести, потому что мы не будем мешать. Вот здесь, да? Да. Хорошо. И с улицы не так будет видно. А тот репортаж, что мы снимали, люди потом задавали вопросы и спрашивали, есть ли у вас что на продажу? Купить у вас можно молодняк, либо коз, либо козлов. Есть что-нибудь на продажу у вас? Ну, дело в том, что у меня они не сильно хорошие. Все же ходят, чтобы много молока давали и прочее. А мне зимой почти еще зиму пасут. До января точно пасут. А всякие породистые козы, они не выдержат такое. Но все равно же они же хоть что-то, молоко дают какое-то, правильно? Дают, дают. Их же можно и на мясо использовать. Можно. А вы сами употребляете в пищу? Мясо, молоко? Молоко употребляю. А мясо, его надо ловить. Молоко не надо ловить сразу. Взял, да съел. Давайте посмотрим, что у вас на продаже. Если потом будем, когда выпускать, посмотрим, да? Вы покажете. И какие цены у вас на сегодняшний день? Вот молодняк, от чего вы самая минимальная цена? За что можно купить? Ну, молоденькую козочку или козлика? Козлики лишние есть. Есть. Ненужные. И цена какая на них будет? Ну, конечно, есть. Трошка больше, есть. Трошка меньше. Доварная цена. Ну, все равно от какой-то цены отталкиваться нужно. От какой? Ну, рублей ему 30. Понятно. Хорошо, будем сено подъезжать, выгружать. А потом сделаем обзор коз, да? Да. Хорошо, спасибо. Нашли сахар, да? Да. Как правильно называется? Сахар или вилы? Ну, по-белорусски сахар, а дерево не звали. А вилы это по-русски. Все, будем выгружать. Все, закончили разгрузку. Получилась вот такая вот куча. С одного автобуса. Дедушка поехал за петухом. Сейчас приедет. Будем открывать сарай, будем выпускать коз. Смотреть, делать видеообзор. Новая Нива называется деревня. Вот как она называется. Сегодня, извините за ветер, вот там содержатся козы. Дедушка Николая. Будем выпускать их на пастбель. Дедушка едет, петуха везет. За 10 рублей продаст петуха. Надо его немножко освобождать от хозяйства. Так что, если кому нужны козы, козлята, цену, я вам сказал, от 30 рублей. Дороже, там, в зависимости от возраста, наверное. Я думаю, цена договорная. Можно с ней договориться. Целый день на велосипеде выдает он. Есть. Немножко дырочка есть, чтобы он бежал. Есть дырочка, да? Все, сади его сюда. О, этот мешок, наверное, не пропускает, вот. Надо сколько? 10, да? Да. Ну вот тебе, смотри. Пятерка. Копейки. И шесть. Это 11. 11. Ну, нормально. А у меня сдачи нема. Так за товар, за товар, за хороший товар всегда надо переплачивать, чтобы все доброе было. Так, а у тебя это белая, бурая или красная? Белая. Белая. Я потом сфотографирую и тебе покажу. Легорн это. Это легорн? Да. Ну что, пойдем коз выпускать. На промую ныржище побычу. Да, уже где ехали брали. Так, я ложу, значит, бедные пыли. А ты станешь чуть-чуть побонить. Хорошо. Повернули, повернули, повернули. Пошли, пошли. Пошли. Бояк. Сюда, сюда. Ля дальше ты. Кожь, кощ, кощ, кощ. Повернули, повернули. Пошли. Дай-ка, сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда. на любой вкус да вот с этого стада можно что-то выбрать и прикупить да а козочки молоденькие какую цену по 40 рублей ну кто-то приедет кому-то надо будем искать покупателя поможем вам немножко эти азербайджанцы побрали один вот так николай со своим стадом отправляется на пастбище так что этот видеоролик хочу посвятить комментариям как человеку можно помочь или вообще стоит ему помогать не стоит мне в какой-то степени его жалко все мы поехали дальше спасибо всем за комментарии будем дальше вам искать интересную интересный контент как говорится